Друзья, всем привет! Мои дорогие серферы, бездельники, боевые девианты. Разберу присуху Путила во столе, потому что, ну, чудовище вылезло на божий свет и все, то есть божий свет, ждало чудовище. Что же оно скажет по поводу того, как собирается выползать из того говно, которое сам замесил и в которое втянул весь мир. И теперь весь мир с ужасом ждет, чудовище бахлет ядерными ракетами по Украине или не бахлет, и что за этим последует. Вот, ну и чудовище, очевидно понимая это, подготовило журналистов, которые набрасывали, подготовили вопросики, создающие видимость того, что чудовище в курсе проблем. В курсе проблем и знать, как их решать. Вот, итак, что мы услышали на пресс-конференции Путина в Астане? Первое. Я не обосрался. Я не обосрался, говорит он. Вот. Я просто получил трендюлей. Я просто получил трендюлей, но это не трендюлей от Украины, это ли трендюлей от Запада. Все под контролем. Я злаю, что я делаю. Да, типа, как бы, чем дальше, тем больше. Очевидно, что поворот произошел не туда, не так. Но Путин, как альфа-собец, должен дебастировать своему альфу-стаду, значит, что у него все под контролем, что, значит, пацан сильный, пацан четкий, пацан конкретный. Вот. И поэтому вы должны быть уверены в том, что все подходит, соответственно, все идет по Лужлобу плану. А какой же план? Вот какой же план? Когда начиналось все, когда они в январе, в феврале несли всю эту хернию по поводу демилитаризации, значит, и прочий бред, что Украина не имеет права о существовании, вот, и мы ее возьмем, да, вплоть до западных границ и постоянно четко это, как бы, повторять. Тут теперь он, ему задают вопрос, какие перспективы у Крылых будет ли Алла существовать. И четкий пацан, не покраслев, только кхе-хе-хе, ну, кстати, кашель подозрительный, кашляет он как-то вот как ворона на кладбище. Вот. И, значит, вот он постоянно кашляет, кхе-хе-хе, как туберкулезник, значит, говорит, что он Украину не собирался уничтожать, блед, мы просто, а чё ж ты тогда чучело, просто палец. А оказывается, воду надо было дать на Крым. Вот вы ж воду на Крым не дали, Украина отказывалась дать воду на Крым. И теперь вот мы добились своими средствами, своими методами, что вода в Крыму появилась. Вопрос, а как вы в Крыму появились, Чичундры? Почему Украина должна давать воду в оккупированный Крым? Куда вы залезли уже, да? Ну, то есть, как бы, вот, стыковки лет, и не в голове чудовища, не в голове его альфа-стада, как бы там, да? Вот для них это абсолютно нормально залезть, порубить, отжать, вот. А потом проблемы перекладывать, что кто-то другой виноват, что всё идёт ли так, как они хотели. И вот эта вся жалкая пародия на лидерство, да, и жалкая пародия, значит, на здравый смысл, который он пытался изображать, она была по поводу того, что вот, не мы виноваты, это вы плохие. Это плохой Запад, плохая Германия, как он говорит, его спрашивают, что ж так получилось, что Германия отказалась, ну, идти в вашем кельваторе, и выполняет, как он говорил, союзические отношения в рамках ЛАД, это да? Что ж так получилось? Ну, на что получилось? Ну, вы же безумцы, взорвали, взорвали свой северный поток, повзорвали, как бы, там, эти все вещи, вот. Взорвали отношения с Европой, взорвали отношения со Штатами, про Крым я даже не говорю, ну, всё, всё херячите вокруг, как бы, там, да? Вот, и с чего вы взяли, что кто-то с вами должен тонуть? То есть, получается, что есть воля Путина, вот этого кахэкающего, да, и всё. То есть, Германия должна тонуть вслед за кахэкающим, стоящим одной ногой в могиле Путиным, потому что у него, там, как бы, шарики с роликами, как бы, не сходятся. Вот. Из этой же оперы откровение по поводу того, что мы не будем больше обстреливать Украину, нет в этом необходимости. Вот нет необходимости, потому что, вот, мы наказали за мост, типа, там, да, вот это вот, или, понятно, правда, как его взорвали, но мы угрожаем, что мы отключим вам этот зерновой коридор, потому что, ну, потому что у нас вот есть якобы подозрение, что якобы взрывчатку везли, значит, из Украины в сухогрузе, да, который зерно перевозит. Но мы же хитрожопые, поэтому мы вам просто сигнал показываем, что, типа, вы смотрите, а то же мы можем отключить зерновой коридор, потому что мы можем вот такую приплести херлю по поводу того, что взрывчатка лобасту оказалась через зерновой коридор. Правда, как, кстати, будет бериться Ардаган, который, ну, как бы, пролоббировал эту сделку, и Турция зарабатывает на этой сделке, и, если всего для России очень серьезно зависит от Турции, которая выполняет, по сути, функцию логистического моста, ну, на этот вопрос никто не знает, что в голове у чудовища, а журналисты, кроме подготовленных заранее вопросов, других вопросов не задавали. Вот, поэтому, ну, пригрозировал, ну, так выглядело это, конечно, жалко, что, значит, что вот вообще обсуждали о покрытском областу, который там у них был охраняемым объектом номер один, ну, после булкера этого деда, вот, но вот эта вся беда у них произошла, вот, и теперь они, после того, как взяли, закидали Украину крылатыми ракетами, опять обосрались, потому что энергосистема, в общем-то, дальше работает, а весь Запад в очередной раз увидел, что этот кровавый карлик, он ничем, кроме терроризма, заниматься не может. Вот, и, соответственно, он теперь говорит, нет, нет, мы не будем бить, в этом нет никакой необходимости. И тут же с утра влупили по критической инфраструктуре в Киевской области кинжалом, да, по подстанции. Вот такие слова дела. Если они, ну, мы же помним просто уже, нет этому чудовищу никакого доверия, потому что, как Лавров говорил перед войной, что не будет никакой войны, так же, как этот, ну, это ЧБО говорило, что никакой войны не будет, а по факту произошло то, что произошло, и постоянно происходит, потому что для них, ну, как бы, врать, это как с горочки катиться. Вот, потом еще один интересный момент, который они специально обыграли, вся эта КГБ шла орать, это по поводу мобилизации, то есть ему задают вопрос, вот такие перегибы на местах у нас, челом бьем тебе, кахекающий царь, вот, что холопов забирают и тянут, значит, в могилу, вот, а дожишь как-то по закону, а он им не моргнул, Владцев говорит, да все в порядке, ребята, все по закону, там, 200, сколько там, 32 тысячи, это, блин, сколько, мобилизировали, на самом деле, конечно, больше, вот, мобилизировали через жопу, но он говорит, что правильно мобилизировали, что вот людей там 5-7 дней должны в учебке учить, потом 5-5-20, или сколько там, 10-5-20 дней где-то в части какой-то проводить, вот, дальше учиться, потом их должны в часть перевести, которая уже боевая, ну, где проходит слаживание, и только потом уже оказываются эти черти, как бы, мобилизированные, они оказываются в поле воевать, вот, поэтому, дескать, хлопы, не волнуйтесь, все у вас хорошо, помрут ваши, значит, мобилизованные в порядке процедуры, в порядке очереди, как царь определит, как государство российское решит, вот так или будут дохнуть, все под контролем, чего вы удивляетесь, а если есть какие-то перегибы, которых там, о которых сегодня говорит вся Россия, то это все в порядке вещей, потому что виловных мы накажем, значит, лойдем вот этих вот гадов, войнкобов, я лично проверю, ну, как вот всегда, вот, как сижают, то есть, очевидно, в ближайшее время полетят чьи-то, значит, чьи-то морды генеральные, там, да, ну, то есть, будут переводить силосстрелочников все эти провалы, вот, и рассказывать, что народу могучему, что вот эти твари виловаты, а Великий Путин лично ни в чем не виноват, как этот, как в Кабиде Клаббе было, помните, Рафик ни в чем не виноват, вот, вот это вот Рафик у нас сидел в Астане, и который рассказывал, вот точно в таком, как, вот, 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 вот подойдите этот ролик, посмотрите, Рафик Левчов Левеловат. Вот это вот был Путин на пресс-конференции в Астале. Один в один. Чисто, чисто, конкретно Левчов Левеловат. Всё творит Левчов, конкретно Левеловат. Вот, значит, что ещё? Что он сказал? Ну, он сказал, что у него полная жопа с Байденом, что никакой коммуникации нет. Ну, то есть, он как бы или так говорил, но когда вот это всё отвечал, что по G20, не знаю, я ехать на встречу или не ехать. Вот. И что? Украинские партлёры ли хотят... Ну, партлёры, какие нахер вы партлёры? Мы тебя, урода, ненавидим. О чём? Какое партлёрство? Какие вообще переговоры с тобой могут быть, тварь? Вот. Что? Украинцы ли хотят вести переговоры? От войска, от Киева, когда отступили, то вот только отошли и сразу как бы все переговоры закончились. Ну, конечно, закончились. О чём с тобой говорить? Вот. И сейчас вот тоже отоглали как бы с Харьковской области. Дальше о чём с тобой говорить? Твои войска плохо обучены. Эта тупая орда, которую нагнали со всей России, она не способна воевать в Украине за дебильные идеи, за дебильную дебилитаризацию, за дебильную дилосификацию, вот, за русский язык и прочие вещи, которые, которые вывела свою дебильную совбезию провозгласили. Соответственно, ну, они не могут воевать, а они всё время, они сейчас как бы их отжибают, их подвигают, их разграбили. Кадровую армию полностью разграбили в Украине. Именно поэтому потребовалась могилизация. Соответственно, ну, что теперь остаётся? Ну, ничего. Вот послушаю его, понимаю, что никакого позитивного выхода для него нет. Он же говорит с открытым текстом, что если бы нужно было повторить решение, я бы повторил, да, вот, то есть опять бы начал войну, и я начал войну, потому что иначе было бы хуже. То есть, наверное, Украина бы до Урала по бедным маршам бы собиралась идти, вот, напала бы на Россию, и для этого нужно было нападать на Украину. Ну, как бы, дед явно находится в своём шизофричном вот этом мире, где всё, где всё у России под контролем, где всё и всё идёт хорошо, но тем хуже для для России, и тем я в стиле становится, что Россия должна быть деноцифицирована и избавить мир от своего существования, ну, в таком виде, она просто никому не нужна, потому что человек, который управляет ею, живёт фантазиями, и эти фантазиями заголяют в богилу десятки тысяч, а в ближайшее время и сотни тысяч людей. То есть, вот эти все мобики, они все будут, все будут в богиле и будут платить за вот это величие, против которого они не были против. Вот, 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 вот всему есть конец, и в данном случае это тот случай, когда пафос превратился в Цусиму, как я несколько эфиров назад говорил. Вот, вот на наших глазах разворачивается Цусима, а этот, это подобие Николая первого и Николая второго, как бы, жалкая копия. Вот, она продолжает изображать бодрячок, как бы, кахекая, вот, и приободряя свою свору тем, что он знает, в каком направлении идёт. Но мы в Астане точно увидели, что не знает, вот, что впереди ещё куча адекватных решений, и что их нужно просто давить, давить всем миром, пока они своими дядерами ракетами не задавили весь мир. Вот и всё. Вот такие выводы из того, что я увидел в Астане. Обливай целую, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно прочитайте статью Виталия Кулика на хмыле, я поставил сегодня, поставлю в подводке о том, доживет ли Россия до 2025 года. Там очень классно описывала логика распада на основании одного из советологов, который делал свои прогнозы ещё в 60-е годы прошлого века, и, ну, вот, его логика оказалась полностью права, ну, оправдана блестящей. Вот, так что, почитайте эту статью. А так, подписывайтесь, посмотрите наш последний эфир, если вы смотрели вчера, про инопланетян с Арестовичем, с Амелиным, с Валентиновым и Сергеем Абдацюком, нашим философом, вы будете очень впечатлены. Пока.